20 февраля 2015 года был создан профсоюз образования и науки ДНР. За прошедший год произошло немало событий, что подчеркнула Ася Горшкова, председатель профсоюза работников образования и науки ДНР. Недавно мы отметили ровно год создание Федерации профсоюзов ДНР. Федерация проводила конкурс на лучшую организацию по номинациям. И вот наша организация получила номинацию, самую главную, как мы считаем, в профсоюзе по защите прав, социально-экономических прав членов профсоюза. Это значит, что все, что мы делали целый год, было направлено на то, чтобы решить основные вопросы наших членов профсоюза. Вопросы оплаты труда, вопросы условий труда, вопросы функционирования учреждений образования и высшей школы, вопросы законодательства, потому что без них не могли бы решиться все эти вопросы, о которых я раньше сказала. Есть положительные результаты. Это и внесение изменений в закон об отпусках, и 44-я статья о законах об образовании, социальных гарантиях работникам образования, это и перерасчеты должностных ставок и окладов. На заседании почтили память погибших работников образования и науки Донецкой Народной Республики в результате боевых действий с вооруженными силами Украины. Останусь светом на щеке, останусь светом вдалеке, я для тебя останусь светом. Данный профсоюз наряду с Министерством образования и науки ДНР, а также с профильным комитетом Народного Совета являют собой серьезную силу, которая решает возникшие проблемы совместными усилиями в кратчайшие сроки. Как только профсоюз легализовался на территории ДНР, фактически сразу началось наше сотрудничество. Для чего нужен профсоюз? Те вопросы, которые не может лоббировать министерство в своих интересах, в интересах сотрудников. Естественно, за нашей спиной выступает профсоюз. Так было с законом по отпускам, когда был вот этот казус о 56 днях. Так было и с социальными выплатами. Ну и все-таки мы надеемся, что теперь профсоюз начнет работать так, как он работал раньше, то есть будет обеспечивать еще социальные гарантии наших преподавателей. Потому что мы очень много часто говорим о детях и как бы их права мы защищаем. Но вот о том, что у нас еще очень много, большое количество сотрудников, мы как-то немножко откладываем в сторону. А права наших сотрудников, они также нуждаются и в защите, и в поддержке, как и права наших обучающихся. Одним из главных законопроектов в сфере образования науки ДНР в минувшем году являлся закон об отпусках, о чем более подробнее рассказал Мирослав Руденко, председатель комитета по образованию науки ДНР. Мы говорили о том, что подается законопроект комитета по корректировке 15-го приложения по отпускам. Уже он был подан буквально сразу же после нашего с вами общения. Сейчас на данный момент он прошел определенную процедуру. Профильным комитетом определен комитет по социальной политике. Подавался он от нашего комитета. Это законопроект номер 272 КД о внесении изменений в закон об отпусках, в частности, это 15-е приложение, которое касается работников образования. Профсоюз образования и науки является самым крупным из всех профсоюзов нашей республики. С авторитетом и признанием к нему относятся не только в ДНР, но и в международном профсоюзном движении. Прошел год и в составе Федерации профсоюзов ДНР, профсоюз работник образования и науки не только самый многочисленный, из общего профсоюзного членства 26% приходится только на членов профсоюзов данного профсоюза. Но и благодаря своей деятельности и активной позиции председателя он завоевал доверие, авторитет и признание как на нашей территории республики, так и в международном профсоюзном движении. И от имени Федерации профсоюзов хочется пожелать профсоюзу работников образования и науки дальнейшей успешной деятельности по осуществлению своей основной функции. И далее крепить и приумножать свои славные профсоюзные традиции.